Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к странам-членам Совета Европы, государствам-наблюдателям, а также Европейскому Союзу остановить все контакты с преступными путинскими властями. 87 голосов за. И подробнее о работе ПАСЕ и о важных решениях из французского Страсбурга в материале Олега Борисова. Несмотря на то, что во вторник была принята историческая резолюция о поддержке восстановления Украины, работа в ПАСЕ продолжается. И Украина на повестке дня. Речь идет об усилении давления на Путина, финансовой и военной поддержке Украины. Начну с первого. В Парламентской Ассамблее Совета Европы была принята резолюция о смерти Алексея Навального и необходимости противостоять тоталитарному режиму Владимира Путина. 87 голосов за. Эта резолюция усиливает давление на Путина и его преступления против демократии. В России у нас нет судебной системы, у нас нет права в стране, все уничтожено. И поэтому нам необходимо пользоваться, прибегать к помощи международных организаций, чтобы фиксировать эти нарушения для будущего. Мы говорим, знаете, о том, что очень важен будет трибунал для Украины. Очень важен будет трибунал, чтобы привлечь всех ответственных за акт агрессии против Украины и всех виновных в совершении военных преступлений. Но, откровенно говоря, нам, россиянам, такие суды тоже будут очень-очень нужны. У Украины, как я все время говорю, есть два варианта. А и Б. Оптимистичный и пессимистичный. При любом варианте Украина становится членом Европейского Союза и членом НАТО. Я в этом уверен. А у российской оппозиции есть только вариант А. И этот вариант А связан с победой Украины, с помощью Запада, которая необходима для этой победы. И, естественно, победа Украины, свобода России – это наш лозунг. Поэтому мы делаем здесь все, в том числе в ПАСЕ, чтобы Украина получила необходимую помощь не для того, чтобы сдерживать войска Путина, а для того, чтобы победить. Кроме того, ПАСЕ признала Российскую Православную Церковь инструментом кремлевской пропаганды и влияния. А патриарх Кирилл и представители РПЦ признаны соучастниками преступлений России против Украины. Подчеркну, подобная практика для ПАСЕ впервые. Также сюда с визитом прибыла канадская делегация, большие друзья Украины, которые поддерживают нас с первых дней полномасштабного вторжения. Франческо Сурбара, это член Палаты общин Канады, нам в интервью рассказал о том, что мир не должен дать Путину победить и сделать все возможное для защиты прав человека. Канада поддерживает Украину. Мы всегда поддерживали Украину и будем продолжать нашу поддержку. Конечно же, включая финансовую помощь. Конечно же, включая военную помощь. Восстановление Украины после войны. Канада – демократическая страна. В Украине – демократия. Путин – это советский режим, где нет демократии. Это авторитарный тиранический режим. Именно демократы должны быть сильными. Мы должны быть едины против тирании. Мы не можем позволить Путину победить. Мы должны поддержать Украину, украинский народ в борьбе за свободу, в борьбе за демократию и права человека. Но я знаю, что канадцы могут и хотят сделать. Они хотят оказать финансовую помощь, военную, на восстановление и на благополучие украинцев. У нас более миллиона наших граждан. Более трех процентов наших граждан имеют украинское происхождение. Мы испытываем некоторые трудности с поставкой военного оборудования, которое мы обещали. Мы купили его, заплатили за него, а оно до сих пор не доставлено. Нам придется сделать шаг назад и подумать, как мы можем более оперативно реагировать. Далее задача украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы – принять резолюции об усилении санкций. Спикером будет Елизавета Ясько. О дискуссиях и результатах обязательно первыми расскажем в эфире телеканала Freedom.